МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Циничная кража, правоохранители задержали вандала. Следователями возбуждено уголовное дело. Что говорят факты? Детская безопасность превыше всего. Произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Инспекторы ГАИ усилят контроль на дорогах. Когда? Пять из десяти бавройские спортсмены вернулись к чемпионату. Лучшие, как бы, они могут побеждать. Кто принес победу? А также вакцина для Беларуси, вековая экспозиция и то холодно, то жарко. Синоптики напророчили холодную осень, понадобится резонт. Хулиганство и вандализм задержан подозреваемый в краже памятной плиты с мемориального комплекса в Сычково. Часть демонтированной плиты среди сюков соломы случайно обнаружили рабочие. Это произошло недалеко от Кургана Славы, на поле, где проходили уборочные работы. Сотрудники Вапрусского РУВД установили, к хищению причастен нигде не работающий, ранее судимый 31-летний бобручанин. Предварительно установлено, что в августе он демонтировал с мемориального камня латунную плиту. Однако не учил ее внушительный вес и унести сразу не смог. Оттащил и спрятал на поле за тюками с соломой. Отпилив там небольшой элемент плиты из цветного металла, сдал его в пункт приема металлолома. Мужчина задержан. Следователем возбуждено уголовное дело. Латунную плиту на камне скоро восстановят. Ущерб, причиненный подозреваемым, оценивается в сумму более 470 рублей. Пристегните детей. В пятницу стартует республиканская акция. Инспекторы ГАИ уделят особое внимание правилам перевозки юных пассажиров в личном транспорте. Для самых маленьких обязательно специальное удерживающее устройство. Для детей от 5 до 12 в машине нужно установить автокресло. Если ребенок выше 150 сантиметров, можно ограничиться ремнем безопасности. За отсутствие кресла в тех случаях, когда оно необходимо, грозит штраф до 108 рублей. За 8 месяцев на территории города Бобруска произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с участием детей пассажиров, которых трое ребят получили травмы. Акция продлится до 21 сентября. Кредит для Беларуси, индивидуальное жилье и лесная биофабрика. Под Могилевым запустили уникальное производство. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Павел Латушка и Игорь Лещене лишены дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением поступков, которые порочат государственную службу. Соответствующие документы подписал Александр Лукашенко. Еще одним указом президент освободил Василия Марковича о должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Латвии. Россия планирует предоставить Беларуси кредит на полтора миллиарда долларов в два этапа. Об этом сообщил министр финансов РФ. Послам Антона Силуанова в этом году намерены предоставить 1 миллиард долларов. В следующем остальную часть. Все условия прорабатываются с белорусским Минфином. В Беларуси будут строить больше индивидуального жилья. В 2020 возведут порядка 10 тысяч квадратных метров. В следующем году еще больше. На фоне временного сокращения кредитных программ финансовых институтов сообщили. Взятые на себя обязательства по уже заключенным договорам будут выполнены. Жилье, которое строится, сдадут в срок. Украина закрыла пункт пропуска Новые Яриловичи до 27 сентября. Ограничения касаются как граждан, так и грузового транспорта. Госпогранкомитет просит людей, которые планируют поездку в Украину, учитывать информацию при планировании маршрута следования. В Могилевском районе заработала лесная биофабрика. Здесь будут выращивать до 4 миллионов сеянцев ежегодно, сосны, ели и лиственные породы. Саженцами планируют обеспечить не только леса Беларуси, но и поставлять их на экспорт. Производство посадочного материала закрытой корневой системой – мировой тренд. Приживаемость почти стопроцентная. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бобруськ-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Снова в бой. Бобрусьские борцы приняли участие в первом официальном турнире после паузы, которую поставила пандемия. В город на Сожем съехали сильнейшие спортсмены со всей страны. Первое общекомандное место заняла сборная Могилевской области. Максим Кембель знает больше деталей. Чемпионат страны в Гомеле среди юниоров стал золотым для наших борцов. Из 10 наград высшей пробы 5 уехали в Бобрусь. Из пяти золотодобытчиков на тренировке только двое. Остальные сейчас на сборах национальной команды в стайках. Одной из триумфаторов турнира стала Мария Ягулида. Девушка провела две схватки и обе завершила техническими победами. В решающей поборола представительницу Минска. 13-3. Безоговорочная Виктория. В этом году мне было, мне кажется, полегче, чем в прошлом году на этих же соревнованиях. Так как в прошлом году у меня была, может, не лучшая форма самая. В этом году мы хорошо подвелись. У нас были до этого сборы. У второй победительницы Алины Максимовой путь к золоту не такой легкий. В решающем поединке она и ее соперница шли ноздря в ноздрю. Одну очко решила судьбу первого места. 7-6 в пользу нашей землячки. Где-то какие-то были микротравмы. Мы подводились именно так, чтобы не доломать. Чтобы остановиться больше к этому моменту. Все прошло так, как мы задумали. Тренирует чемпионок Ваграм Аганеся, наставник не скрывает. Результатом доволен вдвойне. За личное достижение воспитанниц и первое место Могилевской области в общекомандном зачете. Вот эти соревнования, они для нас были важны в первую очередь. Посмотреть вообще на каком уровне, на каком состоянии, на каком функционале они вообще работают и выступают. Но, слава богу, все сложилось, все хорошо. Девочки проявили свой характер, они проявили силы воли. Они проявили свои стремления побеждать. Я думаю, что они доказали, что мы лучшие. Как бы они могут побеждать и доказывать на международных соревнованиях. По словам самих спортсменов, эту страницу они уже перевернули. Теперь все мысли о предстоящем чемпионате мира в Сербии, который пройдет в декабре. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Уже без малого 73 тысячи пациентов по всей стране успешно выздоровели от коронавируса. Зафиксировано порядка 75 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19. Минздрав Беларуси получил пакет документов для проведения клинического испытания вакцины ГАМ-COVID-VAC. В исследование препарата планируют включить около сотни белорусов. Желающие могут подавать заявки на сайтах организации здравоохранения, которые выбраны в качестве исследовательских центров. Речь идет о восьми клиниках. Бобруйский краеведческий музей открыл выставку, посвященную комсомолу Беларуси. Большую часть экспозиции составляет фотографии из фондов музея. Это портреты первых комсомольцев и сюжетные фотографии. Снимки отражают историю комсомола Бобруйского региона, начиная с конца 1918-го. Кроме фотографии, здесь есть несколько таких коллекций ветеранов комсомольского движения, которые показали историю комсомола в значках. И вот можно, заглянув в витрину, увидеть и вот такую коллекцию фалеристики. Посетителям также покажут озвученную видеопрезентацию. Выставка продлится до конца октября. Время работы с 10 утра до 6 вечера, кроме понедельника и вторника. Температурные качели. Сегодня на смену жаре снова пришла осень. На этот раз уже надолго. Утром было солнечно, от полудня небо застелили облака. Весь день шли дожди. Столбик термометра показал плюс 15. Надолго ли тренд? Анастасия Пахлёстова. Завтра в Беларусь придет холодная воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Ночью по северо-восточной половине, днем по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В темное время суток воздух останет до плюс 10. Светлое потеплеет до 14. На большей части территории страны ожидаются усиления ветра до 20 метров в секунду. Особенно внимателем нужно быть автомобилистом. Не стоит парковаться возле шатких строений и деревьев. Жаркий сентябрь выдался в Европе. Париж фиксирует температурные рекорды, а британцы продолжают пляжный сезон. Столбик термометра в некоторых городах Франции в эти не превышает 33 градуса. Метеорологи связывают это с глобальным потеплением. В некоторых регионах подобная сентябрьская жара была лишь в 1950 году. По прогнозам синоптиков, в второй половине месяца волна тепла уйдет. Тогда в Европе ощутимо похолодает. Тем временем ураган Сали продолжает разрушение в США. Скорость ветра достигает 165 километров в час. В некоторых районах повреждены здания и линии электропередачи. Повалены деревья. Циклон принес с собой мощные ливни. Выпало более 90 сантиметров осадков. Улицы превратились в реки. Нарушена работа предприятий. Завтра в Бобруйске будет пасмурно. Утром пройдут дожди. Днем обойдется без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 10 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет плюс 12 градусов. Ночью похолодает до плюс 10. Анастасия Пахлёстова, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360. Это все события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok